Остановились мы на FPS. Всё же я вам советую по возможности устанавливать себе 60 FPS. Да, я понимаю, у некоторых ребят максимально бывает только 30, но тут также я вам советую по возможности схитрить и установить себе 60 FPS, скачав какие-то плагины, ну и так далее. Чего? Реальный 60 FPS? И всем привет, ребят, с вами я, Матвей. Да-да, опять я пропал на 4 дня. Но сегодня для вас я подготовил интересный ролик на тему, которая, по-моему, волнует каждого мобильного фортнайтера. Так что предлагаю сегодня разобраться в теме, как сделать 60 FPS, и есть ли смысл делать их вообще. Ну а перед просмотром моего замечательного видео, я вам предлагаю подписаться на мой канал, включить оповещения, чтобы смотреть мои интересные видосики первым. Но помимо подписки на мой канал, не стоит забывать, что наилучшая поддержка для меня, это мой тег-автор Мотивкар в вашем ежедневном магазине Fortnite. Смело водите и совершайте покупки исключительно с ним. Скрины покупок вы можете кидать в мою официальную группу канала ВКонтакте. Кстати, обязательно подписывайтесь, там все новости о канале, и мемы, кстати, тоже там есть, ну или в Инстаграм. В общем, погнали к ролику. Недавно, обсуждая оптимизацию Fortnite Mobile со Слюверсом в ВК, на мои жалобы о слайд-шоу Fortnite Mobile, он предложил мне тоже сделать 60 FPS, фортики, ну и кинул мне там видосик вот этого вот паренька. Знаете, я уже пытался поставить себе в конфиге 60 FPS, когда мне только купили этот телефон в начале января, но успеха мои попытки не увенчались. Так как телефон надо было рутировать, Форд выдавал мне просто ошибку и не запускал игру. Ну и с того момента я, в принципе, забил вообще на эти все FPS, типа у меня было стабильно 60, мне другого и не надо было. Но как вы можете заметить по фоновой записи игры, Форд начал у меня сейчас дико лагать, и мне просто необходимо сделать нормальную стабильную игру. Так вот, вернемся к Даниле Юти. Этот пацанчик рассказывает, как сделать 60 FPS без рут прав. Я следовал его действиям, как было сказано в гайде, и на удивление у меня получилось. Ну все, как бы тут можно радоваться и смело идти в киберспорт, но тут есть небольшое... Да нет, какое небольшое, тут есть большое но, про которое я вам сейчас расскажу. В общем, гайд Данилки нам поясняет, что надо сделать клон приложения Фортнайт, скачать его еще раз, а уже потом в папку с клоном приложения Фортнайт добавить файловый менеджер, и там уже изменить в конфиге 60 FPS. Думаю начать с того, что клон приложения Фортнайт по умолчанию работает херово. Вы просто посмотрите на запись этого слайдшоу. Ну а теперь я уже играю в клон приложения Фортнайт, изменив себе в конфиге 60 FPS. И вот как вы думаете, что-то поменялось? Абсолютно ничего. В обычной игре у меня в среднем FPS там 10, наверное. Единственные моменты, где я могу встретить 60 FPS, так это в творческом режиме. Когда я смотрю в пол, когда я смотрю в небо, или когда я закрываю игру. Вот тогда 60 FPS реально есть. Но это точно не те 60 FPS, которые Данилка нам показывает в своем видео. И после этого я сдаюсь вопросом, а нужны ли мне такие 60 FPS, которых нет? Типа, если играть в обычный Фортнайт, не в клон, то даже там будет игра стабильнее намного, чем здесь. Опять мы приходим к выводу, где люди разделятся на два лагеря. Первый лагерь людей, который будет винить во всем Epic Games, который вообще не оптимизирует свою игру. Второй лагерь будет винить во всем Android, потому что их платформа фигня, на которой вообще ничего не оптимизировано. Прикольно было, конечно, играть с верой в то, что у тебя все-таки есть 60 FPS, но, как вы видите, их нет. Я не отрицаю того, что, может быть, это просто не тот способ. Если вы знаете нормальный способ установки 60 FPS в Фортнайт на мобайл на Android, то смело пишите мне, я обязательно попробую и скажу свое мнение. Ну а пока это все на сегодня. Обязательно ставьте лайк этому видео, если вы согласны со мной. Если же вы со мной не согласны, ставьте дизлайк и пишите, что я сказал не так. Будет интересно узнать. Пишите в комментариях 60 FPS, если досмотрели до этого момента. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok